Я буду рассказывать об эволюции дисковых галактик, как ее себе представляли и представляют во всем мире большое сообщество исследователей, и как себе ее представляю я, потому что с моей точки зрения общепринятая картина не является вполне удовлетворительной и отвечающей современным наблюдательным данным. Вообще образовать дисковую галактику очень просто. На самом деле теоретики мучились, начиная с самых первых шагов в моделировании и формировании галактик, начиная с 70-х годов, потому что какую галактику они не пытались образовать, у них по неволе получалась всегда галактика дисковая. Это связано с тем, что дисковые галактики быстро вращаются, вся кинетическая энергия звезд и газа сосредоточена в упорядоченном круговом вращении, а вращение — это неотъемлемая часть любых образований, любых таких конгломератов вещества во Вселенной. Почему? Потому что во Вселенной этих конгломератов вещества много, они летают, и когда один клубок газа пролетает мимо другого клубка газа, он его приливным гравитационным воздействием раскручивает. Вот такие внешние приливные эффекты приводят к тому, что вращается абсолютно все. Вращаются облака газа и вращаются галактики, которые потом из этих облаков газа образуются. Поэтому даже еще когда не учитывали темную материю про формирование галактик, а просто брали газовое облако, сжимали его, там образовывались звезды, все равно получалась дисковая галактика, потому что вращение у облаков газа, у сгустков газа было очень трудно отнять. Момент отнимается очень немногими механизмами, поэтому момент сохранялся, и сгустки оседали в диск, там формировались звезды, получался звездный диск, который быстро и хорошо вращался. В принципе это хорошо, потому что большинство галактик во Вселенной, в частности в ближней Вселенной, это галактики дисковые. Порядка 80 процентов близких галактик это галактики дисковые с хорошо измеренным круговым упорядоченным вращением. Поэтому хорошо, что при любом механизме формирования формируется, как правило, галактика дисковая. И когда космологи взялись за эволюцию всей Вселенной в целом, первое, что они образовали, это были дисковые галактики. Ну то есть совсем первое, это были галлы темной материи, а вот уже когда сформировалась галла темной материи, а газ, барионы последовали за темной материей внутрь этого темного гала, следующим этапом является сформирование дисковой галактики. Потому что газ внутри темного гала высвечивает, остывает, а момент никуда не надевается. И поэтому газ оседает в главную плоскость, в экваториальную плоскость темного гала, там формируется диск. В диске из газа потом образуются звезды, и мы видим чисто дисковую галактику. Но те дисковые галактики, которые наблюдаются в ближней Вселенной, они вообще говоря не чисто дисковые. У большинства из них в центре имеется такое сфероидальное уплотнение звезд, называемое Балдж. Вот поэтому, чтобы сформировать уже дисковую галактику, которая похожа на реальную, на наблюдаемую, нужно не только сформировать звездный диск, но и посадить в центр этого звездного диска Балдж. Вот поэтому картина, предлагаемая космологами, несколько усложнялась со временем. Они перемежали этапы эволюции спокойные с бурными. Спокойный этап эволюции дисковой галактики — это когда газ спокойно оседает в диск, и из него дальше формируются звезды. А вот бурный — это когда встречаются два диска, вернее два темных гала, содержащие дисковые галактики, встречаются, сближаются и сливаются. Получается одно большое темное гало, и внутри этого большого темного гала звездные диски вынуждены через некоторое время тоже слиться. А вот когда сливаются два примерно одинаковых звездных диска, получается звездный сфероид. Так нам говорят динамический расчет и динамическое моделирование. Если этот звездный сфероид потом оставить в покое в большом темном гала, через некоторое время на него насыпется все тот же самый газ из темного гала, который высвечивает, остывает, момент свой сохраняет и продолжает сыпаться в экваториальную плоскость. Вокруг балджа нарастает диск, сначала газовый, потом звездный, и формируется дисковая галактика с балджем. Такова классическая картина, которую нам рисуют космологи для формирования дисковых галактик во Вселенной. Хотя, в принципе, такая картина поначалу всех устраивала, но когда стали смотреть на детали модельных галактик, выяснилось, что модельные галактики, в общем, совсем не похожи на реальные. Если говорить, так сказать, о чисто физических механизмах, которые можно подправить, это проблема момента. Поначалу считали, что все-таки момент динамическим трением должен отниматься, но тогда получались уж совсем компактные галактики. Реальные диски значительно больше. Тогда перестали отнимать момент у газа совсем, хотя непонятно, почему все-таки он совсем не отнимается. Динамическое трение никто не отменял. Чандросикар был великий ученый, если он сказал, что должно быть динамическое трение, значит, оно должно быть. Но, тем не менее, в современных космологических моделях момент у газа в темном галу полностью сохраняется. И, тем не менее, то, что при этом получается из газа, аккрецирующего в экваториальную плоскость темного гала, оно, тем не менее, не вполне похоже на реальные дисковые галактики. Надо как-то этот сценарий подправлять. Но как не старались подправлять, ситуация у космологов, в общем, похожа на старинную русскую поговорку. Нос вытащишь, хвост завязнет. Хвост вытащишь, и, значит, проблемы будут тогда с носом. Вот и здесь, если подправляется какой-то один недостаток модельных дисковых галактик, у модельного продукта появляется другой недостаток, который опять отдаляет его сходство с реальными дисковыми галактиками. Ну, например, чтобы остановить звездообразование в больших дисках, придумали обратный эффект. Обратный эффект — это что такое? Когда звезды образуются бурно, то горячие молодые звезды греют газовый диск, он становится снова горячим, а звезды могут образовываться только из холодного газа. Поэтому, если газ нагревается и становится горячим, звезды образования прекращаются. Это здорово. Мы знаем, что в массивных галактиках в наше время звездообразование очень слабое, и именно в массивных галактиках нам надо его как-то вовремя остановить. Это, конечно, здорово, но при этом, если действует мощный обратный эффект от звезды образования, происходит впрыск энергии в звездный диск, звезды получают лишние хаотические скорости, происходит так называемый динамический нагрев. Диски звездные становятся толстыми. На самом деле звездные диски в моделях становятся толстыми по многим причинам. Например, то, что космологи, то, что теоретики еще не смогли побороть. Когда темные галы сливаются, а сливаются они все время, в этом состоит суть иерархической концепции. То, что сначала образуются маленькие галы темной материи, потом они сливаются во все большее, и этот процесс идет до бесконечности, потому что главная сила, которая действует во Вселенной, которую никто не может отменить, это гравитация. Под действием гравитации отдельные темные галы сближаются, а потом сливаются. Так вот, если все время происходит слияние темных галов, то, как показывают расчеты, в финальном продукте этого слияния можно разглядеть остатки тех маленьких галов, которые сливались. То есть никогда не происходит полного перемешивания до равномерного распределения темной материи по объему большого продукта. Всегда в этом большом продукте можно разглядеть маленькие, так называемые, субгала, остатки тех маленьких галов, которые вот сливались, чтобы получить галов большое. Эти маленькие галов продолжают летать по объему большого гала хаотически. И если в центре сидит дисковая галактика, то десятки тысяч маленьких темных галов, пролетая через центр, лупят по этому звездному диску и греют его динамически. В расчетах звездные диски всегда горячие, всегда толстые. Между тем, в ближней Вселенной наблюдаются очень много совсем тонких звездных дисков. Если мы посмотрим на нашу собственную галактику, то у нас есть как толстый диск, очень старый, возрастом 10-12 миллиардов лет, так и тонкий диск, который, между прочим, тоже немолодой. Самым старым объектом тонкого диска нашей галактики порядка 8 миллиардов лет. 8 миллиардов лет — это красное смещение единицы. Это момент, когда во Вселенной в большом количестве вылупились галактики, отвечающие морфологической схеме Хаббла, то есть галактики с современной морфологией, вот те самые, которые 80 процентов дисковые. И все эти 8 миллиардов лет последние тонкий диск нашей галактики продолжал оставаться тонким. Почему? По нему лупили маленькие темные субгала. В нем происходили вспышки звездообразования с выплеском энергии. Было много-много всяких механизмов, которые должны были сильно разогреть этот звездный диск. А он не грелся. Он 8 миллиардов лет остается тонким не толще 300 парсек. Это загадка, который теоретики пока разрешить не могут. Ну и есть много-много еще моментов в теоретических моделях, которые наблюдателей раздражают и ставят в тупик. Мы в природе такого не видим. И поэтому наблюдатели в последнее время уже перестали относиться с таким почтением к теоретическим моделям, стали предлагаться эмпирические сценарии. Мы ведь видим нашу Вселенную с большими телескопами на просвет почти до Большого взрыва. Мы последние 10-12 миллиардов лет видим глазами. До красного смещения пятерка галактики наблюдаются с хорошим пространственным разрешением. Мы наблюдаем и кинематику, и морфологию, и звездное население. Мы можем эмпирически проследить эволюцию галактик за последние 10-12 миллиардов лет и на основании наблюдений построить эмпирический сценарий эволюции. И вот в этом эмпирическом сценарии эволюции основную роль играет аккреция внешнего холодного газа на диск. Без постоянного натекания внешнего холодного газа на диск галактики невозможно построить современную дисковую галактику, похожую на галактику. Источники этой аккреции в принципе предлагаются разные. Есть продвинутые космологи, которые предлагают аккрецию из филаментов, из нитевидных структур, крупномасштабной структуры Вселенной. Действительно, крупномасштабная структура Вселенной — это сгустки, это ячейки, соединенные такими тонкими веревочками. В веревочках основная масса представляет темную материю, но там есть и газ. И газ течет вдоль филаментов, течет он в центре гравитации, то есть на галактике. Действительно, есть такой механизм аккреции внешнего холодного газа. Но есть и более эмпирический, вот совсем уже наблюдаемый механизм. У каждой галактики есть система спутников, и если на галактику падают маленькие-маленькие спутники, богатые газом, они падают все время, и они постоянно снабжают диск галактики притоком внешнего газа. Причем это газ, бедный металлами, то есть это очень хорошо для химической эволюции. Чтобы построить модель химической эволюции галактики, где не изменяется со временем среднеметалличный звезд, как в нашей галактике, например, нужна как раз внешняя аккреция холодного газа. И вот сейчас мы приходим к мысли, что режим аккреции — это все для эволюции дисковой галактики. Если есть источники, и аккреция происходит ламинарно, плавно в плоскости диска, то мы наблюдаем накопление холодного газа в диске. Это холодная динамическая система, образуются спирали, идет звездообразование, и мы видим спиральную галактику. Если же почему-то условий для внешней аккреции газа нет, то газ очень быстро заканчивается в диске. Время исчерпания газа на звездообразование в стационарном режиме не больше двух миллиардов лет. И если все это произошло 10 миллиардов лет назад, последние 10 миллиардов лет звездообразования в диске не шло, то мы видим галактику линзовидную. Линзовидных галактик 15 процентов от населения ближних галактик. То есть современная морфология и современный итог эволюции дисковых галактик полностью определяется условиями аккреции внешнего газа. Самые плохие условия для аккреции внешнего газа в скоплениях, поэтому там большинство галактик линзовидных. В поле все зависит от того, с какого направления падает газ, насколько он холодный и насколько он плавно падает, без перерывов. Как видно из того, что большинство ближних галактик спиральные, все-таки самые распространенные условия аккреции — это плавная ламинарная аккреция в основной плоскости галактического диска, которая приводит к формированию спиральных галактик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова